К сожалению, не в первый раз вынужден обратиться к вам с просьбой не основываться на фейковых новостях, как правило, скандального характера, из телеграм-каналов типа апельсин, мандарин, фурма, фейхоа и прочие нагло эксплуатирующие названия отличной абхазской плода фруктовой продукции. Я не читаю и не уважаю данные телеграм-каналов. Конкретный пример. В материале агентства «Спутник Абхазия» от 5 ноября под хлёстким, но ложным названием цитирую. «Посольство России проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте». Точная цитата пресс-службы посольства приводится лишь в конце материала. Спасибо за это. То, что сказал наш пресс-секретарь. «Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет». Конец цитаты. Точка. Возникает вопрос. На каком же тогда основании «Спутник Абхазия» в заголовке и первом абзаце ссылаются на некую проверку посольством, цитирую, «попытки изнасилования», о которой ни слова не содержалось в ответе пресс-службы посольства. Речь, повторю, шла лишь о проверке информации соцсетей, что подтверждает в очередной раз моё мнение о нецелесообразности их чтения и использования журналистами-профессионалами своего дела. К сожалению, данная ложная информация была затем подхвачена рядом российских СМИ и новостных агентств. Аргументы и факты, кстати, вообще переврали весь материал. Рея новости, московские комсомоли, Стас и так далее. Лично мне обидно за всех вас, дружно подхвативших скандальную, однако никоим образом не проверенную и не подтвержденную официальными лицами информацию. В заключение отмечу, что посольство прекратит общение с теми журналистами и изданиями, печатными и электронными, которые будут печатать без перепроверки чушь из Телеграма, Фейсбука и прочих анонимных и провокационных источников.